Ставшие уже традиционными бизнес-встречи в ходе зарубежных визитов президента Садыра Джапарова. Здесь, в Берлине, крупном экономическом центре Евросоюза, собрались представители германских компаний. Среди них – руководители уже работающих в Кыргызстане и тех, что рассматривают возможность сотрудничества. На протяжении многих лет Германия является надежным партнером Кыргызстана в Европейском Союзе. Мы заинтересованы не только сохранить, но и углубить это сотрудничество, имеющее широкую тематическую направленность и основанное на взаимном уважении и доверии. За последние годы заметно активизировалось экономическое сотрудничество между нашими странами, подкрепленное высоким уровнем политического взаимодействия между нашими правительствами. В текущем году Германия входит в пятерку, откуда поступили иностранные инвестиции. Данная тенденция не случайна. В последние годы экономика Кыргызстана демонстрирует ежегодный темп роста в среднем на 9%. Либеральное законодательство и упрощенная система налогообложения представителям германского бизнеса Садыр Джапаров рассказал о недавно принятом законе, который направлен на защиту прав и средств частных предпринимателей и иностранных инвесторов. Инвесторам, вкладывающим капитал в приоритетные отрасли экономики, предоставляют отдельные льготы и преференции. И это только малая часть того, что сегодня делают для создания благоприятного и стабильного инвест-климата в Кыргызстане. Я как глава государства заинтересован в увеличении инвестиций из Германии. Мы уделяем особое внимание германским компаниям, которые хотят работать в нашей стране. Уважаемые участники, для того, чтобы шагать в ногу со временем, нам нужны германские новые технологии в различных сферах, горнодобывающая отрасль, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и энергетический сектор. В связи с чем, хочу коротко остановиться на некоторых важных для нас направлениях. Энергетика – одно из приоритетных направлений экономики Кыргызстана. Гидроэнергетический потенциал страны освоен не в полной объеме. Мы ведем строительство малых и крупных гидроэлектростанций, часть из которых уже построена и введена в эксплуатацию. Строительство же Камбаратинский ГЕС-1 на реке Нарын Кыргызской республики является одним из крупнейших проектов, важных не только для нашего региона, но и далеко за его пределом. Продолжается работа по реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который имеет трансконтинентальное значение. Проект станет частью южного сегмента Евразийского континентального моста, что обеспечит эффективную доставку грузов между рынками Китая, Кыргызстана, стран Центральной Азии, Ирана, Турции и Европейского Союза. Детально об инвест-климате в Кыргызстане, перспективных отраслях и проектах рассказал глава профильного министерства Дания Роман Гильдеев. Две крупные логистические компании, которые занимаются наземным и воздушными перевозками, выразили заинтересование. В свою очередь мы предложили им создать бондовые склады на нашей территории, так как, соответственно, законодательство уже подготовлено строить. Мы готовы, также выразили свою готовность, что готовы участвовать в этом проекте, как финансово, так и инфраструктурно, для того, чтобы наладить именно поставки в направлении Китай-Европа и Европа-Китай. Президентам уже поставлена задача позиционировать Кыргызстан как сухопутный порт. Также заинтересованность в парке высоких технологий, разработке программного обеспечения, лояльный налоговый режим именно предоставления парка высоких технологий привлёк уже порядка 800 специалистов из разных стран. И сегодняшняя продукция, которую выпускает наш парк высоких технологий, абсолютно конкурентоспособна и востребована. Здесь в том числе руководство А.К.А. Банка с общими активами по итогам прошлого года в 4 миллиарда евро. Президент компании Airbus по Европе, лидера в проектировании и производстве аэрокосмической продукции, а также руководство компаний по производству стройматериалов КНАУФ и компании, занимающейся инвестированием в сферу энергетики AB Progressio. Мне очень понравилось и выступление президента, и имидж-фильм, и презентация, потому что просто это было очень конкретно, с конкретными фактами, с очень хорошими цифрами, конечно, которые меня очень впечатлили о экономическом росте, о конкретных реформах и возможностях, о отраслях. То, что у вас много водных ресурсов и гидроэнергетика развита, это было известно, но, скажем, есть очень интересный проект немецкой фирмы, которая строит солнечную генерацию на озере Тактагул. И это вот эти альтернативные источники в смысле декабронизации очень интересные для Европы. Потенциалы туризма, конечно, меня опять очень впечатлили, экспорта, скажем, чистых экологических продуктов на рынке Европы. Мы видим этот процесс реформы, и я думаю, что сейчас эта целая инфраструктура и комплекс возможностей для компании, это действительно большой шанс, и будет вызывать интерес. Германия проявляет интерес к квалифицированной рабочей силе из Кыргызстана, особенно в сферах промышленности и технологий. И это выгодная возможность для обеих сторон. Например, в Гамбурге, одном из важнейших промышленных центров Германии, в будущем могут быть вакантными порядка 200 тысяч рабочих мест. Логистические сотрудники, да, на логистическом фирме, ну, это так раз в Германии, в Гамбурге, мы находимся или являемся в логистическом центре здесь, в Германии, и у нас 12-ти шоферма, и тоже большой недостаток. Большая проблема вашего водительских права нам не принимается, поэтому мы должны там разработать хорошую специальную систему, как мы могли учиться, как мы могли проводить сертификации, лицензии, и большой-большой спрос есть. Поэтому надо начинать, и мы готовы начинать с начала следующего года. Крупные компании Германии проявляют интересы к сфере туризма. Весьма реален, по их мнению, запуск туристических поездов, особенно с учетом строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Инвесторы подчеркивают, Кыргызстан – ключевое направление для инвестиций в Центральной Азии. А недавно в силу вступила ГАГская конвенция. Так, Кыргызстан и Германия облегчили условия использования официальных документов в двух странах.